Всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас очередной интересный игровой видеоролик, который посвящен одному интересному нагибаторскому вооружению, а именно Hornet Asmoke, вчера у меня был день, когда я тестировал очень много новых устройств, которые перебалансили, для себя нашел пару-тройку интересных сочетаний, если вам нравятся игровые видеоролики, которые посвящены тем самым интересным устройствам и вооружениям, которые нагибают у нас в матчмейкинге, то обязательно не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, и как только на данном видеоролике набирается 150 лайков, мы сразу же резко залетаем с новым интересным видеороликом, с новым интересным вооружением и с новым интересным устройством, Ну а сегодня будет тест Хорната Смаки, Смаки с автопушкой. Вчера я этому сочетанию уделил, как я уже сказал, очень много внимания. Потестил его на разных корпусах, с разными дронами. И пришел к такому решению и вообще к такой, ну, конечной точке зрения. То, что все же лучше использовать данную интересную Смаку с этим устройством на Харьке. Потому что на Викинге с такой быстрой скорострельностью, по сути, нет никакого смысла использовать его с Викингом. Ну и, соответственно, дабы получить максимальный результат, дабы получить максимальное количество опыта в бою, максимальное количество очков и, как бы, выиграть бой, лучше использовать все это дело с Харьком. Да, я знаю, что вам уже поднадоел немножечко этот нагибаторский корпус. Но, все же, извиняйте, но когда я тестирую максимально на скилл и на имбу вооружения, то я не могу использовать другой корпус. У нас просто другого лучшего корпуса в игре на данный период времени просто нет. Что касаемо катки, друзья. Говорю сразу, что я эти катки записал отдельно. То есть, играл два или, может, даже три боя здесь на Хорнета с Маке. Все катки подряд, ничего не перепикивал, не искал какие-то лучшие катки. Просто, ну, бывает, ребята новые заходят, думают, что я там, может быть, что-то перепикиваю, там, долго катаю, чтобы получились какие-то интересные бои. Нет, все катки подряд, в нескольких разных режимах я покатал. Первая катка у нас стадиончик. Если я не ошибаюсь, то это была быстрая досрочка. Без особых проблем здесь у нас все получилось. Сумели скатать, сумели быстро выиграть, нагнуть. И, что самое главное, то, что я понял для себя, что данное устройство намного интереснее и потенциально лучше смотрится на более больших картах. То есть, на тех самых картах, где у тебя есть пространство, где у тебя есть возможность занять какую-то определенную позицию и сыграть от нее, нежели маленькая, например, карта по типу какой-нибудь там сандала, песочницы, где ты рано или поздно все равно сближаешься с противником. За счет этого тебе может, там, ну, прилетать ненужный лишний урон. Соответственно, ты на этом вооружении не так долго живешь. И, соответственно, ты уже наносишь не такое большое количество урона по противнику. Но вот, что касаемо таких больших карт, как Стадион, как там даже Брест какой-нибудь, Солик, ну и прочие, да, большие какие-то, средне-большие карты. На этих картах данное Смока смотрится просто нереально круто. То, что ты растягиваешь противника, вот как, например, сейчас, да, я откатываю от расстояния, накидываю постоянный потенциальный урон по противнику. Да, хорошо мне здесь повезло то, что у противника были довольно ближнебойные пушки. И то, что если я играл против них на таком, ну, среднем довольно-таки расстоянии, накидывал урон, они мне, по сути, не могли ничего здесь сделать. Да, может быть, могло быть так, что на том же стадионе было бы большое обилие рельс, громов, там, гауссов, шафтов. Но здесь мне немножечко повезло. Было где-то половина игроков на ближнебойных пушках с противоположной стороны. Ну и за счет этого я, как бы, мог чуть больше растянуть, чуть больше накидывать урон с расстояния. И это то, что и нужно вообще, в принципе, этой смоке. То есть вам нужно растянуть противника, как можно больше вкидывать уроны. И даже, ну, по тому же гауссу, как вы видите, сейчас прилетело нереальнейшее большое количество урона. Спросите вы меня также обязательно о том, почему смока с автопушкой нагибает. Почему нельзя взять ту же смоку с поджогом, с заморозкой, либо там с большим критом, да. То есть почему, в чем фишка его, почему оно будет сейчас нагибать. Во-первых, апнули само устройство, да. Сейчас оно, если я не ошибаюсь, на какой-то процент начало наносить больше урона. Но и даже если исключить этот момент, да, то есть, как бы, ну, посмотреть на всю эту ситуацию, может быть, так, неделю назад, да, то есть, там, убрать этот процент, который добавили, все равно эта смока была в балансе. Я, честно говоря, не обращал на нее внимания, я не катал на ней, но когда я вчера начал тестировать, да, потому что, ну, многие там и в комментариях писали, то есть, посмотри, потести, ее должны были апнуть, я посмотрел, я потестил, и я серьезно удивился. Я удивился тому, что она реально крутая, она реально быстро наносит большое количество урона, и даже когда ты кидаешь эти быстрые смоки, там, по 150, по 200 урона, после этого у тебя вылетает тот самый быстрый крит, за счет чего-то это смока и нагибает, то есть, ты даешь быстрые 3-4 смоки, следующая у тебя смока, пятая или шестая, уже вылетает с критом, соответственно, каждые где-то 3-4 секунды при нормальном быстром наносе урона по противнику у тебя вылетает крит. С обычной смокой такой возможности у вас нету, и за счет этого, конечно же, смока будет вытягивать и нагибать, даже на больших картах, даже на большом расстоянии, потому что смоки, именно крит, он не падает с расстоянием, да, у тебя падает урон самой пушки, то есть, соответственно, если там ты с ближнего расстояния, например, наносишь 150-200 урона по противнику, то с большого расстояния там будет, например, там 100, может там 70, да, наносить, но крит, этот самый, который большой, проходит по противнику, он также будет оставаться с большим уроном, и, соответственно, вам будет также легко и просто нагибать любого противника, у вас в этом плане будет все получаться, и вы будете спокойнейшим образом, соответственно, также и нагибать противника. Дальше, друзья, что касаемо корпуса, я сказал, да, то есть, приоритет уходит именно Харьку, я тестировал с Викингом, я рассматривал это вооружение потенциально с Викингом, с Хантером, да, и пришел к такому мнению, то, что все же, ну, Харек, ну, на то он и Харек, то есть, чтобы использовать именно с Ниним. С Викингом можно было бы использовать данное вооружение, если бы эта смока потенциально уже не наносила такое большое количество урона за счет своей скорости, то есть, с Викингом у тебя есть только плюс в том, что у тебя там чуть больше урон, и все. То есть, поэтому Викинг сразу отпадает, и он, по сути, бесполезен для данного вооружения, а вот если ты используешь с Харьком, если ты отключаешь броню, отключаешь защитника, отключаешь самый быстрый, первоначальный, то есть, дэмэдж, то есть, то, что нулевой урон имеется, вы сразу же вносите дамаг, это работает намного эффективнее и намного лучше у вас в этом плане все получается с этой интересной смокой. Поэтому на данный период времени я могу сказать то, что со смокой, наверное, в большинстве случаев можно останавливаться на автопушке, кто играет на смоке. Да, поджог имеет смысл быть, но здесь я скажу одну простую вещь. Думайте немножечко головой. Смотрите, когда вы играете на смоке, и вы не видите резиста от данной пушки, желательно вам, я рекомендую, использовать смоку с автопушкой. Почему же? Вы наносите как можно больше урона, да, если у противника нет резиста, соответственно, вам намного быстрее его нагнуть, у вас намного быстрее это получается. Если же в катке появляется резист, если вас этот резист начинает напрягать, у вас не получается его так быстро сливать за счет того, что у него уже есть какой-то процент защиты, да, я понимаю, что есть хорек, и по сути там в большинстве случаев можно просто игнорировать это все дело, и можно спокойнейшим образом также продолжать и нагибать. Но, ну, происходят такие моменты, когда, ну, не все получается, и там бывает там 3-4-5 резистов в бою, и тогда уже смока, ну, перестает настолько жестко нагибать. Вы быстро берете смоку с автопушкой, меняете на смоку с поджогом, и, по сути, этот резист уже никак не будет спасать его. То есть резист как бы был, и как бы его уже не будет, потому что смока с поджогом, хоп, нанес урончик. 1200 просто моментально вылетело за счет поджога. И, по сути, уже тот самый резист, который был у молодого человека, он его уже не будет так спасать. Он не будет ему так настолько жестко помогать, и, соответственно, вам будет уже намного проще нагибать данного оппонента. На 9 минут я тут набазарил, поэтому давайте сейчас немножечко углубимся уже в катки, которые у нас тут были. Первый бой, как вы видели, был на стадионе, и его закончили, ну, максимально быстро, максимально качественно, максимально красиво, да. Там было первое место очень легкое, с досрочкой, то есть все, что нам надо. Звезды, первое место, победа, все было. Все было четко, идеально, и после того боя я понял, насколько круто смотрится вообще Смака на больших картах. Реально я до этого не мог себе даже предположить, то что можно взять так Смаку, грубо говоря, стать просто статичным танком, и от расстояния накидывать как можно больше урона, 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 урона по противнику, и за счет этого просто вытягивать и нагибать. Что касаемо данной карты, год 2042, да, здесь мне немножко повезло, то что мне давали немножко больше пространства на вражеском респе. За счет этого мне получалось моментами наносить довольно большое количество урона, плюс резистов особо от данной пушки не было, и, соответственно, все получалось. У меня получалось наносить много урона, да, к сожалению, здесь досрочки никакой даже не было, и близко даже не пахло к ней, потому что всего лишь там сколько, 4-5 точек захватили, и больше ничего здесь не получалось делать. Ну и, соответственно, если нет досрочки, не так быстро все это дело получается, не так быстро формятся ваши дополнительные звезды, но не в этом суть. Суть в том, что все же, играя на таких картах, ты понимаешь одну простую вещь, то, что играя на более закрытой карте, не так жестко можно реализовать все же это устройство, не так жестко можно поймать какой-то хороший тайминг, где тебя не будут выносить, и ты будешь стоять статично накидывать урон. На этой смоке нужен статичный урон, да, то есть, например, как хорнета рельса какая-то может стоять на какой-то определенной кемперке и вдамаживать, вдамаживать, вдамаживать дополнительный большой урон по противнику. Так же самое и здесь со смокой, так же самое и даже можно привести пример с тем же пулеметом, да, то есть, ну, его, конечно, немножко проще реализовать, за счет того, что у него больше ДПМ и намного больше он урона наносит, но все же принцип игры примерно одинаковый. Ваша задача не сближаться близко с противником, как это надо делать, например, на той же Жиге, на том же там Рикошете Молоте, за счет того, что это более ближнебойные пушки, а здесь вам нужно пытаться, наоборот, растягивать противника, играть чуть от большего расстояния и за счет этого уже вносить тот самый импакт и вносить тот самый большой урон по противнику. Соответственно, данная катка так же потихонечку подходит уже к своему логическому завершению, так же она, если я не ошибаюсь, а, нет, она даже не выигрывается, мы ее все же проиграли под конец, здесь противнику отдали точки, но первое место я здесь забрал, немножко обидно было то, что не дотянули бой до конца и не выиграли его, но, наверное, здесь я уже конечный акцент делал исключительно на не победе, к сожалению, да, а на своем первом месте. Ну и последняя катка, я так же решил после ЦП уже посмотреть на данное интересное вооружение в формате ТДМа, то есть для меня показалось намного интереснее посмотреть в ТДМке, нежели в захвате флагов, который был в последнее время, ну, довольно часто у нас в видеороликах, да, то есть был контроль точек, был ЦТМ. Сейчас же я решил попробовать вообще в ТДМе и посмотреть, насколько можно вообще вносить урон. Здесь как раз-таки маленькая карта, о том, что я говорил, что маленькая карта, ну, не так жестко смотрится и не так удобно на ней будет играть и решил рассмотреть максимально грамотно и качественно данный бой как ближнебойный урон, да, то есть я пытался, наоборот, здесь сближаться, пытался задавливать вражеский респ, да, в каком-то смысле, как я уже сказал, это неправильно, но решил рассмотреть и посмотреть вообще, насколько много так можно нанести урона при том раскладе, то, что вы будете все равно часто сливаться. Да, может быть, тоже мне здесь немножечко повезло с противником, то, что попались не такие жесткие игроки, как могли попасться, могли попасться более... какие-то жесткие, да, могли попасться там защитники, еще что-то, которые бы мне мешали, меня фокусили, но здесь в этой катке, по крайней мере, с самого начала проходило все максимально круто, максимально удобно, и получалось реализовывать свою смоку, ну, грубо говоря, там, на 90-95 процентов, максимум просто я выжимать уже не мог. Вели, все хорошо, задавливали ререз, прожимали овердрайв, складывалась ситуация, то, что данная катка может закончиться досрочно, команда, ну, потихонечку что-то помогала, что-то страховала, да, моментами, когда вот такие ситуации происходят, когда к вам сближаются уже какие-то продувы, какие-то изиды, да, то есть ближнебойные пушки, вы не можете уже так быстро слить, вы не можете так быстро и легко реализовать свою смоку, и, соответственно, ты уже так же понимаешь, что моментами такие вещи не канают на таких пушках, да, тут уже жига в упор лезет, хорошо ДПМ большой, я как бы наношу урон, но замечаю уже одну очень важную вещь, все же, если мы рассматриваем вооружение, дабы оно занимало первое место, я уже замечаю о том, что меня начинает кто-то там обгонять, я даже не смотрел на вооружение данного молодого человека, но отлично понимал, что смока, значит, уже не дотягивает на такой карте, и, как я уже говорил изначально в видеоролике, все же свойственно данным вооружениям, ну, я имею в виду именно смоке с автопушкой, более большая карта, и здесь я уже в этом убеждаюсь практически на 100%, о том, что при сближении с противником, ты быстро респишься, соответственно, не так много урона по противнику наносишь, но, так же есть, как бы, свои нюансы в том плане, то, что есть овердрайв у харька, и, понятное дело, в тот тайминг, когда у тебя есть овер, и если ты его грамотно реализовываешь, ты зарабатываешь те самые необходимые количество очков, и, как бы, ну, минимизируешь вот этот вот нюанс с тем, что ты не добирал там очки, и, по сути, догоняешь тех ребят, которые тебя могли обгонять. Но, так же, харьок все же тем, как бы, и славится, то, что ты можешь, как и плюсануть дополнительный опыт, так его и, как бы, не забрать за счет правильной реализации своего овердрайва. Так это работает с любым овером, я имею в виду, как викинг, так и харьок, да, то есть, ну, и вас, например, даже с бомбой, да, то есть, все зависит от вашего правильного прожатия. Просто харьок, это тот самый овердрайв, который, если ты будешь реализовывать 20 секунд, ты получишь из него максимальную выгоду. Ты получишь, там, 150, например, очков. Если ты сыграешь на этом харьке, там, ну, секунд, там, от секунды до 5 секунд, ты сольешься. Сами вы понимаете, то, что вы там реализуете, ну, максимум очков 30-50. И поэтому моментами, да, то есть, решает даже не само вооружение твое, а сама реализация, то есть, насколько грамотно и насколько четко ты сумеешь реализовать тот самый овердр. Сейчас у меня получилось его реализовать, я смог раскрыть пушку, и, соответственно, уже и по очкам отрыв сам, как бы, образуется. Катку, конечно, здесь, ну, так, на тоненького идет, выигрываем, но очень-очень тяжело, но уже отрыв по опыту начинает появляться, и даже на такой карте, где я вижу, что меня начинают прям респить и жестко сближаться, получается забирать те самые важные киллы. 18 киллов для ТДМки, это довольно-таки неплохой результат. Можно было бы, конечно, его увеличить, если бы я играл на другой пушке или на другой карте, да, то есть, если бы на этой карте я бы играл на другой пушке, на том же пулеке, понятное дело, что результат был бы лучше за счет того, как я уже сказал, я не знаю, в который раз, что пушка данная не так актуальна на маленькой карте, но за счет правильной, даже реализации, правильного подхода все равно тот важный минимум из нее можно выжить. Ну и тут уже, короче, концовка полторы минуты до конца, довольно сложная, неоднозначная, но овердрайв есть, если я не ошибаюсь, эту катку мы также вытягивали под конец, здесь все получалось до конца дожимать, и я остался очень даже доволен этим вооружением, и для себя, наверное, понял то, что в матчмейкинге, даже на стримах, когда я катаю, все же стоит уже менять тот самый вулкан, и на каких-то картах, на каких-то определенных режимах стоит покатать на той же смоке, покатать еще на каком-то другом вооружении, а не зацикливать свое внимание исключительно на том самом вулкане. Да, всем понятно, то что он сейчас наносит максимально большое количество урона по противнику, и по сути он является самой ДПМ-ной, и самой много наносящей урон, урона пушкой, но все же уже на данный период времени для определенных режимов, для определенных карт, можно находить интересные сочетания, и которые, по сути, у нас в ближайшее время и будут показываться. Катку заканчиваем с победой, с отрывом в 150 опыта, 400 очков на ТДМке, это довольно-таки неплохой результат, 25 киллов, конечно, здесь, ну, наверное, на вулкане я бы смог бы набить где-то 30-ку, может, 35-ку, но пушка реализована максимально, все получилось так, как я и планировал, смог заработать первое место, смог победить, одну катку, к сожалению, мы там не выиграли, но главную суть, я думаю, что вы поняли, и мой вам совет, если вы играете на больших картах, если вам нравится пушка смока, присмотритесь к этому важному, интересному устройству, и я думаю, что вы из него получите что-то новое и интересное для себя, и сможете его также грамотно и интересно реализовать. У меня, друзья, на этом все, если вам понравился видос, не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать, с вами был мистер Ванька, друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok